Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольская региона на этот час. В Тюменской области за прошедшие сутки 238 заболевших коронавирусом, в том числе 36 детей, выздоровели 174 человека. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 24 пациента. Представители Роспотребнадзора отметили, что в России сейчас уже не осталось русского штамма ковида. В сентябре его полностью вытеснила Дельта. На территории Российской Федерации продолжает действовать постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 31 от 16 октября 2020 года, согласно которого обязательно ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей. Добраться до Тобольска из Новосибирска авиарейсом можно будет уже 1 ноября. Открылась продажа билетов. Рейсы по понедельникам и пятницам. Среднее время в полёте почти 2 часа. Вылет из Новосибирска будет в 14.05 по местному времени. В 2 часа дня по Тобольскому самолёт приземлится в духовной столице Сибири. В этот же день из Тобольска самолёт вылетит в 14.45. Стоимость билета начинается от 5 тысяч рублей. В парке Ермакова поля установили памятник протопопу о вакууму. Лидер старообрядчества отбывал ссылку в Тобольске. В Сибири начала распространяться его слава по Руси. Совпал ли исторический образ с изваянием, расскажет Ольга Куричко. А вакуум не отпускает скульптора. Сергей Мельченко приехал из столицы, чтобы посмотреть, как он обосновался в Сибири. В парке Ермакова поля архитектор Алексей Белоусов определил ему место рядом с часовней. На невысоком гранитном постаменте бронзовая фигура протопопа. Уставший, измученный, но непокорённый. В фигуре мы уже видим сгорающего в пламени своей веры человека. Увековечить лидера старообрядчества решил Аркадий Элфимов, председатель фонда возрождения Тобольска. В этом городе о вакуум отстаивал старое русское православие. Вёл борьбу за нравственную чистоту своих прихожан. Страдающее лицо от того, что он видит нашу сегодняшнюю действительность. Действительность избранного русского православного народа. Если тогда он боролся с этими пороками, пьянством, блудом, о вакуум молится, чтобы мы были достойны, достойны великого призвания, который Господь нам даровал, русским людям, чтобы быть свободными от грехов. Лидер церковной оппозиции 17 века противостояла реформам патриарха Никона. Идея свободы, которая неизбывно живёт в Сибири, она была воплощена жизнью протокопа о вакууме. В Сибири о вакуум написал множество посланий своим единоверцам. Из ссылки стала распространяться его слава по Руси. В апреле 1682 года о вакуум по указу царя Фёдора Алексеевича был сожжён в срубе в Пустозёрске. Такие люди показывают пример, как надо жить. Памятник о вакууме установили небольшой. К нему легко приблизиться, заглянуть в глаза. Сила Нистового Продопупа в правде. Со дня его рождения прошло 400 лет, а его помнят. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольске проходит специальный проект Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Создать новый слой». Это большое событие в культурной жизни города, включая в себя выставочную и публичную программу. Подробнее расскажет Елена Макова. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тоболикам в этом плане повезло. Для ценителей современного искусства Джошуа Гуд представил свой новый проект «Великая пирамида Сибири. Раскопки. Альтернативная история Тобольска». Джошуа расскажет в лекции про то, как история манипулируется, как на самом деле исторические факты – это не всегда факты. И будет использовать как пример свою художественную практику, которой он занимается много лет. И затем он будет копать вместе с тоболиками и, собственно, показывать, как работает исторический факт и не факт. Джошуа Гуд – художник уникальный. Поработав археологом, он стал устраивать перформативные раскопки по всему миру, вовлекая местные сообщества. Джошуа Гуд – художник уникальный. Поработав археологом, он стал устраивать перформативные раскопки по всему миру, вовлекая местные сообщества. Созданные им артефакты, придуманные цивилизацией, смешиваются с реальными фактами. Такие перфомансы уже состоялись в Испании, Германии, Хорватии, Египте, Китае и США. Интересно еще сам процесс приглашения. Всегда захватывает дух, представляет, что человек едет с такой дороги страны, чтобы просто прочитать в каком-то маленьком городе лекцию. И это просто на самом деле большой мотиватор прийти и послушать. Ведь многие хотят уехать за рубеж, но не замечают, что люди приезжают сюда, чтобы поделиться своими знаниями. Вообще, это уникальная возможность для Тобольска, потому что не каждый год нам привозят что-то, связанное с современным искусством. То, что может находиться в таком тактильном доступе, потому что среднестатистический человек, особенно в нашем городе, он привык, что искусство находится на дистанции от него. Здесь он может непосредственно соединиться с ним, соприкоснуться и вообще узнать, что такое современное искусство. Проект Уральской индустриальной биеннале современного искусства, создай новый слой, стартовал в Тобольске в начале сентября. Для меня проект с названием «Создать новый слой» – это слой в каком-то смысле о культурно-исторической психологии, потому что слои можно рассматривать культурно-исторически. И мне близка тема урбанистики, именно той части, которая связана с антропологией. Проект будет проходить в Тобольске еще месяц. Впереди Тоболяков и гостей города ждут лекции, мастер-классы представителей мирового художественного сообщества. 8 октября будет открытие в той же, на бывшей биофабрике, где инсталляция, будет открытие проектов, которые подготовят молодые художники в течение лаборатории с 4 по 8 с Кендалом Генри, с куратором из Нью-Йорка по паблик-арту, собственно, по изучению пространства. Также у нас будут лекции Лизы Савина и Дмитрия Булатова. Выставочная программа «Инсталляция Санкт-Петербурга. Невидимые прикосновения» уже работает в здании винных складов. Со среды по воскресенье проходят экскурсии с модераторами. Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Горение факела на запси в нефтехиме вызвало вопросы у тоболяков, но, как заверили на предприятии, повода для беспокойства нет. Этот процесс был связан с ремонтом оборудования. Факел — это часть системы промышленной безопасности любого нефтехимического предприятия. Для проведения ремонта оборудование останавливают, а находящиеся в нем углеводороды утилизируются в факеле с соблюдением всех норм. В этот момент и происходит интенсивное горение. Факел своего рода предохранительный клапан, который позволяет избежать серьезных аварий и выбросов газа. Горение — признак того, что на производстве все в порядке. Так работают нефтехимические производства всего мира. В Тобольске в эти дни наблюдалась низкая облачность, в темноте свет от факела рассеивается, поэтому и создается преувеличенный визуальный эффект. Запсиб нефтехим работает в штатном режиме. Ведется постоянный эко-мониторинг. Даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. 16 новых видов птиц обнаружили орнитологи на территории Запсиб нефтехима. В ходе обследования специалисты зафиксировали представителей соколообразных. Это тетеревятник, полевой лунь, дербник и другие. А еще ржанкообразных горшнепа и вальчнепа. А также воробьинообразных. По счету это уже седьмое орнитологическое обследование. Оно проводится в рамках проекта «Территория чибисов». С 2019 года на Запсиб нефтехиме зафиксировали более 80 видов птиц. Сохранено 59 гнезд куликов и других наземногнездящихся пернатых. Это говорит о том, что промышленная зона крупнейшего нефтегазохимического комплекса является комфортным местом обитания птиц. Для их охраны соблюдаются серьезные требования. Проводятся специальные мероприятия по сохранению выводков куликов и других наземногнездящихся птиц. Распространяется информация о правильном обращении с пернатыми среди сотрудников завода. К наступлению холодов на территории предприятия дополнительно разместят новые кормушки. Спортсмены из разных городов съезжаются в Тобольск. В городе впервые пройдет чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, призовой фонд которого составит более 270 тысяч рублей. Ведущий фестиваль – звезда силового спорта России Михаил Кокляев. Силу и красоту таболиков покажет, например, многодетная мама. С подробностями – Наталья Китова. Более 300 самых сильных людей региона покажут свою силу и красоту на первом межрегиональном первенстве и чемпионате Тюменской области по бодибилдингу, фитнесу и силовым видам спорта. За Тобольск будет стоять многодетная мама Александра Бердникова. К соревнованиям девушка подходит серьезно. Подготовка занимает большую часть времени. Ей подчинено все, включая питание, ежедневный рацион, полтора килограмма риса и столько же мяса в день. Именно в этом виде спорта тебе нужно выйти на сцену и показать именно женственность, нежность. При этом свои мышцы, свою красоту вынести это и преподнести все так. Поэтому многие девушки не дадут соврать мне, что именно бодибилдинг приводит женщину еще больше к женственности. Соревнования пройдут в новом формате. Это будет не просто чемпионат по бодибилдингу, а мультиспортивный фестиваль, общий призовой фонд которого составит больше 270 тысяч рублей. Абсолютные чемпионы будут награждены Кубком главы города Тобольска. Ведущий фестиваля – звезда силового спорта России Михаил Кокляев. На счету спортсмена абсолютный рекорд России в становой тяге – 417,5 килограмм. Турнир проводится впервые, он имеет такое уникальное значение для нашего города. Там будет собрано много разных направлений. Одно из них – бодибилдинг, это основное. И вторым днем мы будем проводить силовые виды спорта. Туда будет включен логлифт, туда будет включен русский жим, армрестлинг, армлифтинг, массрестлинг, строгий подъем на бицепс, гири и кроссфит. Шоу будет очень интересным. Тоборск проявит себя. В этом году третий раз будет участвовать Александр Зинец. Тоболяк, он будет защищать свою титул. Силовый экстрим – это универсальный вид спорта. Человек, который занимается силовым экстримом, умеет все. Он и жмет штангу, приседает, и хорошо борется. И должен хорошо бегать, и все остальное делать, потому что он универсальный. И этот турнир покажет, этот чемпионат покажет, какие способности имеет атлет. Поддержать тобольских спортсменов можно будет 2 и 3 октября. Главное силовое событие осени состоится в спорткомплексе «Центральный». Наталья Китова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Будущую зиму прогнозируют как суровую, а к холодам надо вовремя подготовиться. В Тобольске открылась выставка продажа морозостойкой одежды. Что предлагают производители популярных мировых брендов, узнаем в следующем материале. Настоящий сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Зима близко, а значит самое время запастись теплыми вещами. Нордическая выставка распахнула свои двери для табаляков и гостей города. В конце лета компания «Союз импортеров России» запустила специальную программу для всех северных регионов страны. Нордическая выставка – это региональная программа для холодных регионов России, где представлена верхняя одежда от нуля до минус 50 градусов от ведущих мировых производителей Европы и Северной Америки. Сама компания преследует две цели. То есть привезти в регионы высокотехнологичную верхнюю одежду. И второе – это сохранить оптовую цену практически без изменений. Проект уже побывал в Архангельске, Магадане и Якутске. А на этой неделе возможность оценить качество и цены эксклюзивной коллекции верхней одежды появилась и у табаляков. Большой ассортимент. Выбрать можно из чего. Есть женский ассортимент представлен в виде пуховиков, дубленок, шуб. Разнообразие большое и по цене. Качество соответствует ценам. Присмотрела себе пуховик спортивного типа. Я очень подвижная, поэтому думаю, что зимой самый раз мне будет. Трендовые парки, модные кожаные куртки, традиционные дубленки и шубы из Греции, Италии, Германии на любой вкус и размер. Брендовые финские, норвежские, канадские пуховики и куртки аляски. Цены и ассортимент здесь радуют глаз и кошелек. Приходите на выставку по адресу 6 микрорайон, дом 53А. Посетить выставку можно до 3 октября с 9 утра до 9 часов вечера. Наталья Гитова, Рустам Рузиев, Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. 1 октября в Тобольске небольшой дождь. Днем плюс 3-4 градуса, ночью 0-2. Ветер северо-западный дают со скоростью 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин